Эра кнопочных мобильных телефонов давно прошла и на смену им пришли современные смартфоны. Тем не менее небольшой спрос на эти устройства существует и люди продолжают покупать обыкновенные звонилки по нескольким причинам. Первая категория покупателей это пожилые люди, которые не могут и не хотят разбираться сложной техникой. Да и от устройства им нужна лишь одна функция, это классическая голосовая связь. Вторая категория покупателей это пользователи дорогой техники, которую попросту не имеет смысла брать куда-то на рыбалку или охоту. ЦЕЦЦ DIGI T9900 подойдет и для одних и для других. Крепкий корпус, длительное время работает одного заряда, крупные кнопки логичного управления, а также громкие динамики, два ярких практичных фонарика, это если вкратце. Ну а подробности собственно ждут вас дальше. Итак, телефончик у нас поставляется в прочной упаковке черного цвета. На одной из сторон разместили предупреждение о том, что перед использованием нужно удалить защитную пленку с контактов аккумулятора или вы попросту не сможете включить телефон. На торце в виде иконок изображены основные преимущества модели, в принципе ничего необычного. Что у нас в комплекте? Ну собственно мобильный телефон, зарядное устройство, кабель для зарядки других девайсов в режиме Powerbank, кабель для подзарядки самого устройства, вот такой вот набор переходников для карточек, конечно есть инструкция User Manual и есть гарантийный талон. Давайте посмотрим на некоторые элементы поближе. Инструкция нам пригодится, потому как в ней, по крайней мере я узнал для себя, как открывается смартфон, как извлечь аккумулятор. Далее, набор переходников для sim-карт здесь в комплекте идёт не просто так. Дело в том, что телефон поддерживает стандартные sim-карты, а ведь почти все уже обрезали их до размера нано или мини. Здесь у нас такие вот переходнички, они достаточно крепкие, вот видим, что здесь есть специальная ниша для карточки, которая облегчает установку. После чего, ну вот, вы вставляете, с обратной стороны у нас пластиковая заглушка и далее можете использовать как обычную карточку. Если у вас нано, то соответственно нужен переходник для нано, если мини, то для мини. Ещё один интересный бонус, это универсальный кабель для подзарядки сторонних устройств. Кабель имеет выходы на наиболее популярные разъёмы, это у нас microUSB, современный Type-C и Lightning для айфонов. То есть, этот кабель позволяет подзарядить абсолютно любой современный гаджет. А теперь, по зарядному. Зарядочка, как видите, очень маленькая, но уже идёт с европейской вилочкой. Максимально она выдаёт 1 ампер, 5 вольт 1 ампер, но сам телефон при зарядке потребляет значительно меньше. Зарядка стартует с током 0,63 ампера и в таком режиме продолжается до самого конца. Поэтому лучше, конечно, ставить телефон на зарядку на ночь. Залитая ёмкость составила 4048 мАч, но думаю, никто же всерьёз и не рассчитывал здесь увидеть 15000. Потребление мизерное и даже ёмкости в 4000 хватит телефону, чтобы работать от одного заряда неделями. Я так и не смог выяснить его предел, ведь за неделю, которую я тестировал, индикатор батареи уменьшился у меня только вдвое. Ну давайте рассмотрим уже сам телефон, посмотрим на его дизайн. Визуально это, конечно, такой типичный орехокол с крепким корпусом, большим экраном и крупной клавиатурой. На кнопках есть кириллиса, шрифт нормальный, то есть никаких лесенок. Размер телефона внушительный, держать в руке его, конечно, удобно. Управление логично, если вы раньше пользовались кнопочными телефонами, то и здесь будете чувствовать себя как рыба в воде. Кнопки имеют подсветку синего цвета, подсветка равномерная, все символы в темноте хорошо различимы. Для перемещения по меню и вызова быстрых функций предусмотрен четырёхпозиционный блок управления с крупной центральной кнопкой. Кнопка принятия звонка и отбоя узнаваема, но лучше бы их дополнительно окрасили в зелёный и красный цвет, как мы это привыкли видеть раньше на телефонах. С обратной стороны видим, что крышечка у нас несколько выступает в области аккумуляторной батареи. В верхней части отверстие для аудиодинамика, камера и фонарик. Аудиодинамик очень громкий, что слышно сразу при включении, когда проигрывается заставка. Собственно, давайте его включать. На максимальной громкости телефон орёт так, что находиться рядом с ним просто некомфортно. То есть, включив радио на громкую связь, можно спокойно заниматься делами, допустим, на даче. Телефон полностью заменит FM приёмник. То же самое касается аудиоплеера. Давайте что-нибудь включим. Слышно, конечно, что на максимальной громкости уже есть хрипы. Можно сделать немного тише и звук тогда станет гораздо чище. На гранях можно обнаружить пластиковые вставки. Они, в свою очередь, расположены на металлических накладках, которые обеспечивают конструкции прочность. Я специально ронял телефон на пол и падение с человеческого роста телефон выносит без последствий. Иногда может отлететь крышка и батарея, но после сборки и включения телефон продолжает работать как ни в чём не бывало. Помните, как разлеталась Nokia 3310? Ну, вот здесь та же самая ситуация. С противоположной стороны разместили ползунок, такой трёхпозиционный переключатель. Сдвинув его вверх, мы можем активировать фонарик, а сдвинув вниз, можем включить быстро FM приёмник. Также есть у нас дальнобойный фонарь, который расположен на торце и может спокойно подсветить объект на удалении пары десятков метров. Собственно, о фонариках стоит рассказать подробнее, так как считаю это главной фишкой аппарата. Дальнобойный фонарь имеет сконцентрированный луч и может осветить объект на значительном расстоянии, здесь около 7-8 метров. Также есть дополнительный фонарь-лампа, который имеет рассеянный свет и освещает ближайшее пространство. Его можно использовать как походный свет для освещения палатки, улицы или экстренное освещение в помещении при пропадении электричества. Эти фонари могут работать как по отдельно, так, собственно, и вместе. Вместе будет очень удобно, если вы идёте куда-то в темноте, когда вы светите вперёд. Получается, один фонарь светит вам под ноги, освещает ближайшее пространство, а другой светит вперёд, освещает дорогу и объекты на большом расстоянии. Так, разъёмчики у нас расположили в нижней части, спрятали за заглушкой. Сейчас мы откроем. Так, здесь у нас микро-USB стандартный для подзарядки телефона и USB уже полноразмерный, чтобы поделиться зарядом с другими устройствами. Как видите, разъёма для наушников у телефона нет, но зато есть Bluetooth. Если вы хотите послушать музыку через наушники, то это возможно при помощи беспроводной передачи звука. Какой протокол используется, мне неизвестно, но современные беспроводные TVS наушники заиграли без проблем. Далее я покажу, что под крышкой. Да, здесь именно крышка, так что не пытайтесь раскрутить вот эти вот фальш-винты. Значит, ну как снять крышку, просто ищите вырез для ногтя здесь и снимаете, как в старые добрые времена. Просто крышечку снимаете, она на защелках. Очень плотно, но обычные защелки. И вот можем посмотреть. Классическая компоновочка у нас со съёмной батареей. Под батарейкой у нас расположены два слота для обычных сим-карт и слот для карты памяти microSD. Заявлена поддержка до 32 гигабайт, но я без проблем использовал карту памяти на 64 гигабайта. Поэтому, думаю, ограничения здесь очень условные. Сим-карты поддерживают связь только в GSM сетях, поэтому сразу забудьте за быстрый интернет. Да и вообще за интернет стоит на этом телефоне забыть. Аудиодинамик вот здесь видно лучше. Он реально здоровый и громкий, но на большой громкости, как вы уже слышали, преобладают преимущественно высокие частоты. Динамик можно использовать для громкой связи или для воспроизведения музыки. То же самое можно сказать, кстати, о разговорном динамике. Он тоже громкий, но писклявый. Микрофон средний по качеству. Собеседник слышит вас несколько отдаленно, хотя речь вполне разборчива. Ну а вот так вот выглядит аккумуляторная батарея. Сразу здесь становится ясно, что внутри использованы три элемента питания типа размера 18650, поэтому при желании аккумулятор можно разобрать и установить более качественные и емкие элементы питания. Ну а на корпусе у нас написан откровенный бред, ведь CEST DJI относится к тем производителям, которые работают еще по старой схеме, когда приукрасить не зазорно, а главная цель продать. В общем, если пропустили момент с реальной емкостью, повторюсь, здесь 4000 мАч. Причем у разных экземпляров она может несколько отличаться в зависимости от того, какие элементы питания использовали внутри и насколько аккумулятор свежий. Если заморочиться, можно сделать честную батарею на 9600, есть батарейки по честных 3200, это брендовые элементы питания, но овчинкой не стоит выделки, так как общая стоимость этих аккумуляторов будет больше стоимости телефона. Ну теперь давайте соберем все это обратно, подключим и посмотрим на экран и менюшки. Ну, собственно, по экрану, как для звонилки считаю, здесь он очень даже неплохой, в помещении и на улице информация с экрана хорошо читается, под прямыми солнечными лучами, конечно же, он слепнет, но разобрать текст можно, а большего от него и не требуется. Давайте взглянем на основные меню и возможности аппарата. Как видите, меню и настройки на нормальном русском языке с нормальным шрифтом и без ошибок. Шрифт среднего размера и хорошо различим. Циферки у нас тоже крупные, ну а тексты немного поменьше, но в принципе тоже довольно неплохо читаются. Поддерживается кириллица полностью, поэтому русские тоже у нас буквы отображаются хорошо. Управление логичное, найти нужный раздел не составит труда, в мультимедиа есть камера, но качество сразу скажу просто ужасное, разрешение фото составляет 320x240 пикселей, запустить камеру можно с главного экрана, ну в общем-то я не знаю, давайте попробуем что-нибудь сфотать, хотя бы чтобы понять, ну вот логотип, вот ну даже на таком экране видно, что качество очень и очень плачевное. Далее есть значит у нас здесь аудиоплеер, диктофон, аудиоплеер, значит музыку нужно скинуть в специальную папочку mymusic иначе она не будет автоматически определяться. В принципе все как обычно, есть также FM-радио и диктофон, устройство звукозаписи. Вообще для работы всех этих функций нужна карта памяти, так как своей памяти у телефона нет совсем. далее радио я уже говорил, есть файловый менеджер и календарь. Вот так выглядит файловый менеджер, в данном случае вот моя карта памяти. Так, кроме этого есть калькулятор, календарь, фонарик, будильник, режим, функция powerbank, так называемая charger, она активируется вот в настроечках, то есть по умолчанию выключена, если вы подключите к USB какое-то устройство, заряд не пойдет, пока вы не зайдете сюда и не нажмете включить. Так, ну мы отключим, потому как возможно эта функция также садит батарею. В принципе, вот и все основные такие функции. Базовые настройки здесь есть, профили, настройки телефона, здесь время, дата, язык, параметры экрана, к слову, можно поменять заставку, конечно же, яркость изменить, ярлыки, спецключ, функция в самолете, другие настройки. Вот яркость подсветочки стоит, конечно, на максимуме, вот минимум. Качество изображения, не знаю, что это означает, но оно включено по умолчанию. Да, в общем-то, все как обычно, все настройки, ничего здесь сверхъестественного нет. В принципе, это самый обыкновенный телефон. Что еще? Приятный бонус, кстати, о котором я забыл сказать, это вот такой чехол Кобура. Он идет изначально в подарок с телефоном. Чехол сделан из мягкого кожезаменителя. Неплохо, на мой взгляд, подходит. Полностью прячет телефончик. Также есть дополнительный карман, который можно использовать, например, для того, чтобы положить там кредитку какую-то, денежку какую-нибудь там запихнуть. Ну, это вот, если вот совсем немного, что-то совсем чуть-чуть. Карманчик маленький. И крепится данная Кобура вот с помощью такой вот лямки через ремень. То есть удобно носить, руки не занимает. Да вот, в принципе, и все, что я могу рассказать о этой модели. Обычный кнопочный телефон с двумя яркими фонариками и громким динамиком. Как основной телефон он может использоваться только если вы не воспринимаете смартфон, и ни в каком виде аппарат вам нужен исключительно для связи. Для остальных же это просто дополнительный подменный телефон, который может использоваться там, где жалко использовать хороший смартфон, но нужна связь. Дешевле всего телефон стоит в фирменном магазине Sets Digi Store на Алиэкспресс. На текущий момент его стоимость составляет 33 доллара. И в подарок вы гарантированно получите набор переходников для сим-карт, которые я показывал, кабель для зарядки сторонних устройств и чехол. Ну а у меня на этом все. С вами был Злой. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. До новых встреч. До новых встреч.